приветствую всех любителей музыки на моем канале дом звука сегодня хочу показать вам две свирели которые мне наиболее всего понравились из всех которых я в общем целом делал одна из них сегодня уйдет я отправлю ее в москву а потом ее отправят в израиль за границу вот по моему мнению по моему слуху она получилась наиболее удачной хотя это все относительно делал очень много разных флейт и не скажу что одна хуже другая лучше но вот все-таки есть такой момент избирательности на мой слух он конечно меняется плюс-минус течение времени сначала мне нравились что-то такое типа шипящего потом мне нравились чистые тембры но вот на сегодняшний момент все таки предпочтение отдаю к тембрам чистым которые звучат более ясно четко и скажу что эти этот тембр чистоту звука сделать гораздо сложнее чем сделать флейту с шипением где слышится не только звук но еще воздух вот с воздухом сделать гораздо проще а вот чтобы сделать чистый звук требуется некая ювелирность попадания именно потока воздуха четко на угол разреза что кстати вот и сейчас яйцами первая флейта это будет моя собственная до мажорная которую я сейчас считаю талоны на ее звук опираюсь на ее тембр опираюсь стараюсь сделать нечто похожее иногда получается иногда нет а 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 октаве естественно требуется больше дыхания и если сделать его меньше то но то будет срываться но нужно просто приспособиться к флейте каждая флейта получается индивидуально в том плане что требует разного разной интенсивности дыхания вот этом флейты очень похожи на людей по характеру каждая флейта имеет свой характер ну потому что из дерева невозможно сделать одинаковые пропорции во всех моментах потому что это не станок это каждая щель каждый угол делается вручную и практически на глаз каких-то приборов я измерительных использую минимум потому что есть такой момент когда ты со настраиваешься со своим изделием слышишь как тебе нравится и мозг автоматически подстраивает все твои тела движения под то что ты считаешь что тебе приемлемо и нравится и это не нужно каких-то измерительных приборов тело само все само делает но для этого нужна практика делание делание еще раз делание и со временем человек который делает флейты превращается в мастера именно путем опыта многолетнего но опыта когда он делает не получается делать получается и с каждым разом все получается лучше лучше и лучше просто не потому что ты уже где-то какие-то цифры записал и четко измеряешь а просто потому что у тебя помнит моторика сонастроена с твоим внутренним чувствованием как это должно быть и вот это все и происходит именно за счет такой технологии за счет образования вот такой вот связи внутреннего чувствования знания как надо и руки просто делают исполняют внутреннюю потребность волю и и свирель в ре мажор а 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 ну вот так она поет есть возможность интонировать дыханием свирель отзывается на это интонирование и это подразумевает выражение эмоций через инструмент хороший инструмент позволяет сама выразиться музыканту и позволяет передать диапазон внутренних эмоций через звук через музыку ну вот это вот задача а я все время напоминаю себе и людям которые меня слышат слушают что именно качество хорошего мастера в том чтобы сделать инструмент который позволяет передать эмоциональный план музыкант вот такие новости на сегодня благодарю всех за внимание